здравствуйте друзья зовут меня Дмитрий приветствую вас на канале сельская жизнь если вы на него еще не подписаны обязательно подписывайтесь для того чтобы не пропускать интересные и полезные видео что посеять после люцерна естественно большинство из вас скажут что лучше всего посадить картофель будет хороший урожай можно посеять зерновые ячмень пшеница то есть будет очень очень хороший урожай вообще после люцерна очень хороший предшественник можно сеять и садить любые культуры кроме бобовых потому что у них совместные болезни но у меня вопрос что посеять после люцерны на сено то есть какую траву посеять после люцерны на сено почему вот этот кусочек земли который вы видите это тот где мы выращивали люцерны в предыдущих видео я показывал какие урожаи люцерны у нас и так дальше вот именно на этом кусочке земли росла она здесь четыре года очень хорошие были урожаи на пятый год уже она была очень очень редкая мы ее на зиму спахали весной мы здесь прошли бараной и решили засеять траву хотели что-то садить но поскольку этот кусочек земли находится за селом можно сказать меня часто нет дома родителям сложно сюда добираться очень далеко для того чтобы что-то обрабатывать поэтому решили посеять здесь какую-то злаковую траву много я перебрал злаковых трав такие как тимофеевка вайграс и другие эти травы когда-то даже в нашем селе может быть и выращивали но очень редко больше всего у нас росла трава ежа вот вот так она выглядит вот так цветет и растет она кустами я сейчас покажу больше лучше видно больше трава достаточно вот кустики это маленький чем старше тем больше куст трава достаточно урожайная высокая и у нас раньше она выращивалась в селе убирали на сено но с тех пор как у нас все меньше и меньше осадков дождей летом тем менее она урожайна то есть практически можно убрать в нашем селе раз в год но раньше мы убирали кажется два раза все предыдущие кроме вот этой ежи все все травы пишут в описаниях выдерживает увлажнение затопление и так дальше то но поскольку у нас мало осадков как правило это весной и дальше аж осенью то мы мне эти травы не подходят мне нужно было те которые наоборот растут при засухах как я сказал ежа и у нее есть большой минус вот эти кусты чем старше чем куст больше и его нереально косить не ручной косой тем более механической то есть там трактором либо другими сломается ножи нашел я такую траву называется костер безосты по высоте такая же метр метр шестьдесят может расти но нет у нее вот этого куста то есть она не кустится вышел посеять ее напишите в комментариях кто имел опыт выращивания костра безостого и довольно недовольно но для того поскольку в описании кто также пишет что она как и люцерна в первый год дает укореняется не дает большие урожаи поэтому я вышел ее посеять под покрывную культуру хотя люцерна у нас на этом кусочке первый год дала два укоса два полноценных укоса покрывной культуры мы взяли овес видно овес уже посходил сейчас поищу в других местах саму траву и это здесь ходил было очень очень вот маленькие травка очень похожи на на овес но она и семена похожи и всходы похож но также я сюда добавил все что у меня было я хотел кстати посеять вот этот костер вместе с козлятником поскольку костер растет без удобрения 6-7 лет дает урожай с удобрением 15-20 приблизительной характеристики 15 лет растет козлятник у меня уже есть опыт выращивания но здесь земля намного лучше кстати про козлятник сниму отдельное видео и расскажу что нужно делать чтобы больше урожай если смысл вам его сеять вот но значит решил здесь посеять с козлятником но у нас козлятник в этом году было сложно найти семена когда я сеял нашел только 300 грамм вот буквально недавно отзвонились что уже появилась новая новая семена но уже сеять не надо поэтому я сюда добавил немного козлятников схода еще козлятника не вижу ну если сказать 300 грамм на 10 сотах это можно сказать что это ничто но скорее всего что я право плохо скарификацию и основные сходы козлятника появятся в следующем году после мороза у меня было где-то полкила вики вот добавил не выбрасываешь семена и надо растить и сеял люцерна на другом кусочке сниму отдельное видео покажу и добавил сюда чуть-чуть люцерна как я уже говорил люцерна после люцерна плохо но в надежде на то что первый год сейчас активно будет расти овес и все и овес уберет то что плохо для люцерны здесь росла люцерна как я говорил перед тем то и каждое растение выделяет свою жизнедеятельность и оно как бы само растение после себя сеять ну не очень хорошо но в надеждах то что овес уберет нейтрализует эти выделения люцерны так может быть грубо немножко но я думаю что вы поняли что я хотел сказать и дальше немножко будет расти люцерна люцерна здесь также немного но смотрю что в некоторых местах очень даже обильно повсходило молодая люцерна а это видно с корней прошлого года повсходил вот такие мои мысли на сегодняшний день что вырастет как будет расти буду показывать дальше вот видим вот маленькие травки видите очень похоже на это толстый овес он маленький вот трава костер как будет расти все это буду показывать и и скажу потом если смысл сеть эту траву или нет кого из вас уже есть опыт сеяние выращивание костра без остого кто собирал на сено кто доволен кто недоволен в кого какие условия вращения пишите в комментариях мне будет очень очень интересно знать ваш опыт опыт выращивания этой травы кто не подписан подписывайтесь и пишите в комментариях о своем опыте жду ваших ответов до встречи в следующих видео